МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Маслихат и городские проблемы. Первый международный среднеазиатский конгресс медиков в Караганде. Резонансная публикация оказалась простой уткой. Местные власти создали мобильные группы, которые контролируют ценовую политику в магазинах шахтерской столицы. Теперь в случае обнаружения необоснованного повышения цен в торговых объектах города на продукты питания, бытовую технику, горючо-смазочных материалов карагандинцы могут обратиться на телефоны горячей линии и пожаловаться. На сегодняшний день городскими властями проделана большая работа по сдерживанию цен на продукты питания. По распоряжению Акима Караганды создана мобильная группа. Она контролирует ценообразование не только продовольственных товаров, но и лекарственных препаратов в аптеках города. По распоряжению Акима города созданы пять групп. Первая группа – это по продовольственной части, это отвечает отдельно сельскохозяйство, непродовольственные, коммунальные услуги. И пятая – это контроль над реализацией медикаментов. Сегодня в городе существует 23 социальных павильона. Они реализуют все виды продовольственных товаров, в том числе муку, сахар, крупы и многое другое. Как отметил Ирсалис Артбаев, цены в таких торговых палатах не менялись с прошлого года. Как было хлеб – 40 тенге, остался 40 тенге. Мука – 49 тенге, было на сегодня 40 тенге. Сахар – 128 тенге, рис – 128 тенге. Это ежедневный контроль над этим ведет наш отдел сельскохозяйства. Отметим, что 22 февраля состоится сельскохозяйственная ярмарка. Жителям нашего города представят продукцию по доступным ценам из четырех регионов области – Абайского, Бухаржраусского, Асакаровского и Актегайского районов. В большом ассортименте будет мясо, овощи и фрукты. Ярмарка пройдет около магазинов «Юбилейный», «Турист», «Гринмарт», торгового дома «Арталык» при Шахтинске и перед магазином «Феникс» сортировки. В случае необоснованного повышения цен в торговых объектах на продукты питания, бытовую технику ГСМ, карагандинцы могут обращаться по телефонам горячей линии 42-02-20, 41-13-53 и 45-26-10. Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтяру Спанов, Первый Карагандинский. Дочерний банк акционерного общества «Сбербанк» в Караганде, несмотря на одномоментное падение курса тенге, демонстрирует динамичный рост всех показателей, вопреки пессимистичным прогнозам. Карагандинский филиал «Сбербанка» за прошлый год показал отличные результаты и упрощил свои позиции в регионе, увеличив долю присутствия с 6 до 12%. В прошлом году филиал в городе Караганде профинансировал реальный сектор экономики на сумму 61,9 млрд тенге, увеличив показатель в сравнении с 2012 годом практически на 177%. «Сбербанк» является активным участником поддержки государственных программ малого и среднего бизнеса. В 2013 году в рамках программы «Моногорода», а также в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020» банк профинансировал 7 проектов на общую сумму почти 700 млн тенге. «Сбербанк» одним из первых стал реализовывать государственную программу по «Моногородам» и открыл линию шахтерскому предпринимателю для расширения производства строительных материалов. Это стало решением проблемы замещения импортного товара на наш карагандинский. «Конечно, мы должны сфокусироваться на основной задачах предоставления высокопластного сервиса для наших клиентов и предоставления конкурентоспособной линейки для наших клиентов». В Карагане заработали еще два офиса отделений Сбербанка. Банк продолжает работать на опережение ожиданий клиента. Повышается технологичность. Скоро клиенты будут проводить банковские операции, не выходя из дома. Несмотря на девальвацию, сохраняются процентные ставки по депозитам и кредитам. «Смотря на проведенную девальвацию, Сбербанк продолжает работать в рамках стабильно и в рамках тех же условий, которые были до девальвации. То есть все абсолютно операции мы выполняем в полном объеме, в том числе и валютно-обменные операции. Необходимо отметить, что ликвидность банка и достаточно значительный собственный капитал позволяет все нам это осуществлять». Банк и клиент зависят друг от друга. «Сегодня Сбербанку доверяют более 530 тысяч розничных и около 28 тысяч корпоративных клиентов. Это в разы больше, чем в прошлом году». «Я на самом деле не прогнозирую, если говорить о Сбербанке, то у нас депозитный портфель не уменьшается и продолжает расти в рамках темпов, которые были в 2013-2014 годах». На перспективу Сбербанк выдвигает еще более амбициозные цели и задачи. «Оценивается именно рейтинговыми агентствами. На сегодняшний момент рейтинг Сбербанка, оцененный рейтинговыми агентствами «ФИЧ» и «Мудис», оценивается на самом высоком уровне. В Казахстане мы входим в топ-3 среди финансовых институтов. Рейтинг доверия также был оценен, проведенный независимой у нас компанией. И банк вышел в лидеры среди 14 банков по стрессоустойчивости». Сегодня возможно бесплатное снятие наличных средств с карточек Сбербанка в банках группы в пяти странах России, Украины, Белоруссии, Турции, Хорватии. И количество таких стран будет расти из года в год. «По нашим оценкам, на самом деле, Национальный банк чуть даже с запасом, скажем так, девальвировал нашу валюту. И по нашим прогнозам, тот коридор, который установлен, он достаточно комфортен в целом как для экономики, так и для правительства Казахстана». Прогноз у руководителей Сбербанка более чем оптимистичный. Высокий сервис, конкурентно способна линейка банковских продуктов. И, конечно, клиентоориентированность. Слоган «Нам важно, что вам важно» актуален на все времена. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бакия Роспанов, Первый Карагандинский. В Шахтинске официально открыли филиал Палаты предпринимателей Карагандинской области и назначили ее директора. Руководство областной палаты встретилось с бизнесменами города и обсудили основные вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. Более подробно в следующем сюжете. Сейчас по всей области работает 14 филиалов Палаты предпринимателей. Планируется открыть еще 4. В последнее время развитию предпринимательства оказывается огромная поддержка со стороны государства. По словам директора Палаты предпринимателей Карагандинской области Ермека Абельдина, в новом филиале будут созданы все условия для оказания ряда государственных услуг. В настоящее время работает сайт палата.кз. То есть в онлайн режиме вы можете о своих проблемах тех или иных, которые связаны с земельными вопросами, связаны с тендеральными закупками, любые там какие-либо административные барьеры есть или имеются там, можете на этой площадке озвучивать, то есть написать. В Шахтинске зарегистрировано более тысячи частных учреждений. Выделены субсидии для шести проектов на сумму 589 миллионов тенге. Тем, кто только начал предпринимательскую деятельность, была оказана поддержка со стороны государства в сумме 3 миллионов тенге. Для общего развития предпринимательства рассматривается субсидия, которая составляет 750 миллионов тенге. Если банки будут выдавать кредит под 14%, 10% выплачивает государство, а разницу палата предпринимателей. На сегодняшней встрече бизнесмены города задавали интересующие их вопросы. Тем не менее, это бизнес, да? Вот вы работаете с монополистами, говорите, да? Это тоже крупный бизнес. Да. Банк тоже крупный бизнес. Да. Вот скажем, где у вас реальная, это действенность, да? В отношении именно организации вот этих вот программ, про индустриализацию нашего региона, про создание новых рабочих мест и про днем километра. В частности, что касается земли. Когда-то эту землю купили они, мы не заплатили. Теперь есть судебное решение, за которое надо его реализовать. То есть, замкнутый круг, который не решается. По словам Акима города Шахтинск, Александра Аглиулина, в работе всегда встречаются трудности. Просто решать их нужно совместно. Нам нужно заботиться о том, чтобы бизнес работал честно и чисто. Так же, как вы требуете, того же самого требуете от властей. Поэтому давайте договоримся, подытожим на нашу встречу, что в будущем вот это вот наше взаимодействие между партнер-принимателем, между всеми вами, с нами, будем вести открытый честный диалог и открытую честную работу. При поддержке палаты предпринимателей здесь планируется открыть центр ремонта автомашин. Шахтинск входит в число моногородов Карагандинской области. Как известно, для их развития им уделяется большое внимание со стороны государства. Страна динамично развивается, а вместе с тем растет и расширяется бизнес, переходя из разряда малого в средний. Это один из важнейших показателей эффективного экономического развития страны. Гульнур Жакен, Кайрат Рашитов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Как станут выдавать специальные проездные для карагандинских учащихся и студентов? Как обезопасить детей в городских школах и что делать с курящими в автобусах водителями? Эти темы вместе с чиновниками и силовиками накануне обсуждали народные избранники. Подробнее в материале нашего корреспондента. Собрание начали с объявления благодарности заместителю Акима Горда Ирине Любарской за организацию мероприятий, посвящённых 80-летию шахтёрской столицы, и депутату Юлии Бадиной от карагандинца Харитонова, которому помогли в лечении. Напомним, в городском Маслихате проходит акция «20 добрых дел к 20-летию маслихатов». Затем перешли к основному вопросу об охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Зам. руководителя ОВД города также сообщил, как осуществляется госнадзор и контроль по безопасности дорожного движения. И как сейчас выявляют и пресекают криминал среди несовершеннолетних. Было отмечено, что в учебных заведениях пока что не хватает школьных инспекторов. Есть проблема в том, что мы все эти школы пока на сегодняшний день не охвачены школьными инспекторами. В дальнейшем у нас планируется по карагандинской области дополнительное введение 50 единиц. Мы эти единицы, я думаю, все учебные заведения закроем. И в каждом учебном заведении будет находиться школьный инспектор. Как отметил Арман Аразбаев, по итогам прошлого года число преступлений, которые совершали подростки, в Караганде уменьшилось. Сократилось и количество грабежей. Для этого стражи порядка проводят рейды в ночных клубах, где выявляют карагандинскую молодежь, не достигшую 18-летнего возраста. Народные избранники к обсуждению этого вопроса готовились основательно. Выборочно ездили по городским школам и наблюдали, как там поставлена работа с несовершеннолетними и какие меры принимаются по безопасности учеников. Депутация Ранса-Здыкова предложила не привлекать школьных инспекторов к разным мероприятиям во время учебного года. Наши предложения, чтобы во время учебного процесса, когда дети находятся в школах, нельзя их оттуда вообще забирать. То есть, ну, внешкольные, пожалуйста, вы их там привлекаете, но тогда, когда школа полная детей, там полторы тысячи детей и так далее, плюс преподаватели, плюс кто-то посторонний там, если вдруг зайдут. И в этот момент есть факты того, что мало того, что их не хватает, вы еще их забираете оттуда на ваши какие-то мероприятия. То есть это, считай, недопустимо. Секретарь городского маслехата Кабдыгали Аспанов предложил блюстителям порядка пристальнее следить за водителями общественного транспорта и призвал скорее определиться со штрафами за их нарушения во время перевозок пассажиров. Кому не лень, уже критикуют водителя, понимаете, но у нас же есть для этого служба. Я к чему веду разговор, что, в принципе, когда у нас с водителями парьбу вели, значит, чтобы ремни все одевали, добились, добились. Но почему здесь вот с этими автобусами нельзя добиться, чтобы действительно у нас 30-40% пули за рулем. Следующим вопросом на повестке дня был льготный проезд в автобусах и маршрутках для учащихся 9-11 классов, а также колледжей и вузов очной формы обучения. Предложили установить именной проездной билет на три месяца, начиная с марта и заканчивая последним месяцем весны. Окончательное решение по всем обсуждаемым вопросам народные избранники вынесут на ближайшие сессии. Она состоится на будущей неделе. Николай Кровецкая, Рат Рашитов, Бахтиару Спанов, Первый Карагандинский. Одно из величайших открытий 20 века антибиотики сегодня становится величайшим бедствием. Сопротивляемость к противомикробным препаратам является серьезной проблемой, которая препятствует дальнейшему прогрессу в борьбе с инфекционными заболеваниями. Этой проблеме посвящен первый международный среднеазиатский конгресс МАКМАК, который открылся в Карагандинском государственном медицинском университете. Ведущие специалисты-микробиологи таких стран, как Казахстан, США, Великобритания, Россия, Киргизия будут обмениваться опытом и консолидировать усилия ученых и клиницистов Центральной Азии в области сдерживания лекарственной устойчивости и рациональной антимикробной химиотерапии. «Проблема в том, что на сегодня разработано большое количество антибиотиков для лечения всех существующих инфекций, но в то же время развивается сопротивляемость микроорганизмов. Важность этого конгресса в том, что будет осуществлена попытка выбора средств для возможности снижения этой сопротивляемости, иначе просто не хватит антибиотиков». По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день инфекционными заболеваниями страдает около миллиарда человек в мире. Серьезность проблемы доказывает тот факт, что главный медицинский офицер Великобритании профессор Салли Дэвис предложил включить устойчивость к антибиотикам в список угроз национальной безопасности наряду с терроризмом. А мы порой бездомно покупаем антибиотики чуть ли не килограммами, без рекомендаций врачей. Благо, большинство из них у нас реализуются без рецептов. «Очень большой вклад на снижение активности антибиотиков у нас отца будущего населения. К сожалению, наши потенциальные пациенты сами покупают антибиотики, что делать категорически нельзя. Сами их используют у себя, у своих детей. Одна из основных задач, которую, наверное, ставит перед собой конференция, обращенная именно к общественности, к населению, скажем так, у медицинских профессионалов, объяснить, насколько важна антибиотика, насколько важна, собственно, исследовать рекомендации врача, насколько важно не останавливать назначение или использование препаратов даже состояние пациента улучшилось. Насколько важно самостоятельно не использовать антибиотики». Некоторые страны Западной Европы сумели снизить показатели устойчивости многих микробов-патогенов к антибактериальным препаратам, применяя комплексный подход к лечению, а также действуя в рамках всеохватывающих и надлежащим образом регулируемых систем здравоохранения. Но, к сожалению, даже в системах здравоохранения стран Европы, некоторые микробы-патогены приобретают устойчивость к большинству антибактериальных препаратов. «Очень важным элементом является проведение масштабных мониторинговых программ, которые будут, собственно, согласовываться с общемировыми программами, глобальными программами по мониторингу лекарств устойчивости, поскольку именно интеграция в общемировые программы для коротказа является на сегодняшний день принципиально важной». Все эти проблемы, носящие глобальный характер, требуют мобилизации усилий ученых на государственном уровне. Этому посвящены доклады выступления ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области антимикробной химиотерапии. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Карагандинская областная федерация бокса и Первый Карагандинский телеканал выражают искреннее соболезнование чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину и его семье, сконченный отца Геннадия Ивановича Головкина. В эти минуты ваши друзья, коллеги, болельщики тяжело воспринимают утрату вами самого родного человека. Геннадия Ивановича Головкина все знают как хорошего человека, воспитавшего в вашем характере стойкость и преданность своей стране, друзьям, своему делу. Резонансные публикации не имеют места быть. 19 февраля газета «Новый Вестник» опубликовала информацию о том, что в исправительном учреждении АК-159-9 поселка Куксу две осужденные отравились героином. Одна из женщин скончалась. Сегодня областная прокуратура города Караганды полностью опровергла эту информацию. Амина Смакова подробнее. Информация о массовом отравлении героином в исправительном учреждении вышла и в печатном виде, и в интернет-сайте газеты «Новый Вестник». Областная прокуратура города сегодня полностью опровергла эту информацию. Факта массового отравления осужденных места не имела. Вместе с тем в данном учреждении действительно были два осужденных были госпитализированы в исправительное учреждение в Топарскую районную больницу. В больнице женщины попали по причине ухудшения здоровья. Одна из них, Марина Рудык, состояла на диспансерном учете у терапевта с диагнозом «Рак шейки матки второй стадии». Осужденная проходила многочисленные обследования и лечения, однако диагноз остался прежним. 14 февраля этого года у Марины Рудык резко ухудшилось состояние. С подозрением на острую сердечную сосудистую недостаточность и возможный инфаркт миокарда, женщина была вывезена в больницу поселка Топар. В больнице врачи пытались ее реанимировать, однако Марина Рудык скончалась. Другая осужденная, Зульфа Муртазова, больна сахарным диабетом. Женщина уже на протяжении многих лет проходит интенсивное лечение. 13 февраля этого года после ужина и чаепития осужденная была госпитализирована в больницу поселка Топар. Там она пробыла два дня с диагнозом «сахарный диабет второй степени». После курса лечения врачи расценивают ее состояние как стабильное. Конкретная информация. Отсюда вытекает вопрос, откуда у газеты «Новый вестник» иная информация. Утка, как говорят в народе, или же просто непроверенная и недостоверная информация. Кто знает, но закон Республики Казахстан о средствах массовой информации гласит, что ни в коем случае нельзя опубликовать непроверенные данные. Амина Смакова, Габинян Грушбеков, Бахтер Распанов, 1-й Карагандинск. Административная полиция провела очередной рейд, на этот раз на железнодорожных переездах. С начала нового года дорожные стражи порядка зафиксировали 25 аварий. Подробности далее. Этой зимой из-за гололеда в результате аварии в больнице поступили 26 человек с травмами различной степени тяжести. Три человека погибли на месте. Кроме этого, как говорят сами полицейские, многие из дорожных происшествий произошли на железнодорожных переездах, а их в городе 57. Каждый год в этот период времени сотрудники полиции устраивают подобные рейды с проверками и разъяснениями для того, чтобы предотвратить аварии и прочие несчастья на дорогах. Мы проводим разъяснительные работы для того, чтобы уберечь население от травм и других трагедий на дорогах. Каждый год наши сотрудники совершают рейды на дорогах, проверяют, раздают листовки с указаниями и правилами дорожного движения. По словам сотрудников дорожной полиции, водители и пешеходы с пониманием относятся к этим разъяснительным рейдам, ведь на компоставлены их жизни. Амина Смакова, Олжас Габасов, Ахтер Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам в редакцию по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Болмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова